Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин вчера опускался на 58 тысяч, 58 300. Во вчерашнем видео я отменял свой ордер, который у меня стоял на 63 тысячи. Даже несмотря на то, что у меня стояли там две заявки на 63 58. Эти заявки я поставил еще когда биткоин стоил 70. И люди говорили, что я ненормальный какой-то. И теперь биткоин опустился на 58. Во вчерашнем видео я отменил заявку, которая была на 63. Но затем я все-таки прикупил биткоина. Примерно по 62 тысячи долларов. То есть я купил там два битка по 62 тысячи. Но если вы помните, у меня изначально стояли заявки на 3 биткоина по 63 тысячи. И 10 биткоинов по 58 тысяч. Эти ордера я держал несколько недель. Вчера я отменил то, что было по 63. И в итоге я купил по 62. И это была ошибка. Пройдемся в этом видео по биткоину по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Посмотрим также на альткоины. Они, кстати говоря, не упали. Но давайте перейдем на графики прямо сейчас. И поздравляю всех, кто взял биткоин по 58. Идеально дошел биткоин до желтой трендовой. Если вы постоянно смотрите мои видео, вы знаете, что у меня были две заявки на 63 тысячи и на 58. И сегодня биткоин как раз и ушел на 58 тысяч. 63 прошел и не заметил. Здесь я отменил заявку, которая у меня стояла на 63. И зашел в биткоин. Где-то в среднем по 62 тысячи. Но биткоин пролился ниже. 58.320. И на Bybit, смотрите, к сожалению, не сработал мой ордер на 58. Но сработала заявка выше. На два биткоина по средней цене 62.141. Это сделка в минусе на 4100 долларов. На балансе 569 тысяч. Проседает баланс, даже несмотря на то, что я все предсказал. Получается, за несколько дней я потерял здесь... Было 596, 591... Примерно 22 тысячи долларов минусом. Даже несмотря на то, что я предсказал это падение. Слишком рано я начал заходить. Нужно было подождать, пока биткоин опустится на 58. Не нужно было заходить так рано. Была заявка на 63 тысячи. Я отменил ее. На 3 биткоина у меня была заявка. А на 58 тысяч я ставил на 10 биткоинов заявку. И смотрите, в итоге я зашел по 62 тысячи. Поэтому, в общем и целом, можно сказать, что где-то на первом уровне я и взял. Ну а та, которая на 58, она не сработала. Потому что биткоин опустился на 58.320. Получается, что не хватило 320 долларов. Но биткоин опустился идеально на трендовую линию. Я уже давно говорил, что биткоин идет вверх по этой желтой трендовой. И говорил, что биткоин опустится на эту трендовую. Так оно и случилось. Посмотрите, какая свеча. За одну свечу биткоин опустился на эту трендовую. Очень сильные объемы зашли на продажу. И это показывает слабость биткоина. И теперь мы видим огромный M-паттерн, который сформировался на биткоине. Это паттерн Макдональдс. Многие трейдеры знают эту шутку. Типа, будешь плохо торговать, пойдешь работать в Макдональдс. И, возможно, биткоин опустится еще ниже. На 48 тысяч. Уже там биткоин может найти поддержку. Или, может быть, чуть повыше. Будет хороший разворот. Где-то примерно 52 тысячи. Если на этих уровнях биткоин не удержится, на которых мы сейчас, отработает этот M-паттерн, то тогда 52 тысячи. Поддержка для биткоина. Возможно, что действительно пробьет эту трендовую биткоин. Многие, конечно, скажут, что это невозможно. Ну и когда 70 тысяч биткоин стоил, многие говорили, что невозможно уйти на 59. И посмотрите, где мы находимся. То, как биткоин упал вчера. Такое сильное массивное падение. Было 64 500. И опустился на 58 300. Это 6 тысяч долларов. 10% падения на биткоине. За два дня. За нихрин делать биткоин может опуститься на 52. С таким раскладом. Я уже давно говорил, что истинная цена биткоина – это 58 тысяч. Истинная цена биткоина – 58 тысяч. Я об этом говорил давно. В твиттере я об этом писал. Вот смотрите, 17 марта я пишу. Продаю биткоин и дуджкоин. И с тех пор все альткоины улетели вниз. А также вот что я написал. Я думаю, что на халвинге биткоин будет расти, а затем будет небольшое падение. Максимум до 58 тысяч. А затем будет 560 дней роста. Исходя из тех циклов, которые были раньше. И вершина этой бички придется на сентябрь 25-го года. Это я написал еще в апреле. Мне нравится, как ты объясняешь, почему крипта – это не скам. В уроке номер 2. Хорошее было сравнение с машинами и интернетом. Люди тоже думали, что это скам, когда это впервые появилось. И вот еще. Где я открывал бы крупные позиции? Тут было 75 ответов. А запостил я это 13 июня. А, в этом месяце, две недели назад. И многие ответили, что на желтой трендовой линии. Промотаем теперь вперед в сегодняшний день. И смотрите, где биткоин. Опустился на 58 тысяч. Но этот M-паттерн, он мне не нравится. Огромная буква M. Может легко опуститься еще ниже. Но что интересно, многие эльткоины не упали. Ворлдкоин на самом деле растет. Даже несмотря на таком падении биткоина. Тесла, эфириум. Юнисвап минус 6,6%. МСРТ минус 4,7%. Доджкоин минус 3,5%. Ну а теперь нужно подумать, что покупать. Что уже находится в зоне покупки. И где заходят хорошие объемы. Юнисвап. Падают объемы. Пробил трендовую линию. Хорошая поддержка на юни находится, я бы сказал, на 8 долларов 28 центов. Потенциальная зона покупки. И еще одна поддержка на 7,60. Там можно ставить ордера. Биткоин. Уровень поддержки, где я бы брал, ставил бы ордера на покупку, это 52 тысячи. Хотя уже какой-то и был отскок от 58. Но если пойдет вниз, то следующая остановка 52. Если не удержатся на этих уровнях. Доджкоин. 0.117. Многие альткоины ушли ниже той цены, по которой я покупал, на самом деле. И посмотрите, доджкоин нарисовал двойное дно. Одно. И здесь второе. Где-то в районе 11 центов. Интересно. Хороший уровень поддержки на доджкоин находится, я бы сказал, где-то вот здесь. На 10 центов хорошая поддержка на доджкоине. Поэтому, если не удержатся на текущем уровне, то пойдет на 10. Если будут еще какие-то распродажи. На 10 центов хорошая зона для покупки доджкоина. Покет. У меня стоит заявка на 4 цента. И люди там говорили мне, что никогда Покет не опустится на 4. Но уже 6 центов. Эфириум. 3333. Опускался эфириум на мою торговую идею. Которую я давал вчера. И, к сожалению, закрыло по стоп-лоссу. Опускался на 3200. А торговая идея у меня была зайти на 3262. Может быть, вы плотный такой стоп-лосс не ставили. 3262. И стоп-лосс на 3229. Всего лишь 40 долларов. Может быть, вы поставили стоп-лосс ниже. И смотрите, какие объемы зашли в эфириум. В принципе, неплохо было купить по 3200. Но теперь я бы сказал, что основной уровень поддержки на эфире находится... А там же и находится. Я бы сказал, что поддержка на 3000 долларов. 3000. Здесь у меня тоже стоит торговая идея. Честно говоря, я не думаю, что эфир удержится на текущих. Уйдет все-таки ниже на 3000. Потому что не вижу какой-то хорошей реакции на биткоине. BNB. Какое падение тоже на BNB. Хороший вариант был продать BNB на вершине. На 720 долларов. Ну а теперь уровень поддержки на BNB. Будет здесь 539 долларов. Но падение все-таки на альткоинах не слишком сильное. Посмотрите, например, на WorldCoin. Практически не сдвинулся на этом падении битка. Посмотрите, поднимался на 12 долларов в WorldCoin. И опускался на 2 доллара. Практически туда же вернулся, где мы когда-то брали. Сумасшествие. Там какие-то отскоки были. Сегодня опускался на... Куда он там опускался? Давайте посмотрим. 2 доллара 63 цента. Падение не сильное. И заходят объемы на покупку. Интересно. Ну что ж, на этом на сегодня все прошлись по биткоину. У меня все еще стоит заявка на 3 биткоина по 58 тысяч. Можно было ее отменить. Позиция, которая активировалась в минусе на 4100 долларов. Я взял 2 биткоина по 62 тысячи. Ну а теперь вопрос. Добавлять в эту позицию или нет? Будет ли двойное дно на 58? Ну давайте еще раз откроем график. Подумаем, что может там сделать биткоин. У меня цель была эта желтая трендовая линия. По которой биткоин шел вверх в течение года. Рассчитывал на хороший отскок от этого уровня. Но отскок не такой сильный, на который я рассчитывал. Посмотрите на объемы. Большие торговые объемы. Зашли на этом падении. Таких, наверное, не было. На предыдущих падениях. Видите, да? Давайте посмотрим на 4-х часах еще. На 4-х часовом и на... Да не вном, смотрите. Объемы все-таки становятся меньше. Был, конечно, всплеск, но... Я бы сказал, что все-таки биткоин будет опускаться на 52 тысячи. Хорошо, давайте скорректируем эту заявку. Поставим на 52 тысячи. По текущей позиции у меня минус 4 тысячи. Если опустится биткоин на 57, там сработает у меня ликвидация. Потеряют 10 тысяч маржи на этой сделке. Опасная история. Ну что, какие из этого можно извлечь уроки? Мой урок заключается в том, что... На 58 тысяч все-таки был более безопасный вариант. Купить биткоин. А я же знал об этом, что такое произойдет. Уже месяц, как я толдычу об этом. И поставил ордера на 63 на 58. И вчера... Я же отменил заявку на 63, потому что я видел, что нет какой-то реакции на 63 тысячи. Что будет пробивать биткоин этот уровень. И что мне нужно было делать в итоге потом? Не нужно было открываться. Нужно было ждать, пока биткоин пойдет на 58, где у меня изначально стояла заявка. На 5 биткоинов там я ставил по 58 тысяч. Уже потом, чуть позже, я изменил на 3 биткоина. Уже я бы заработал десятку примерно на этом трейде. А всех, кто так и сделал, я поздравляю. Тех, кто поймал биткоин на 58 300. И на самом деле, на 59 500 как-то у меня была заявка, я ставил. На 59 525. Но по какой-то причине на Bybit я в итоге поменял на 58. Как-то вот так получилось. В общем, поздравляю всех, кто удачно зашел в районе 58. Но я тем не менее был бы осторожным. Держите какой-то кэш для того, чтобы зайти ниже. Нападением. Я не думаю, что оно уже закончилось. То, как биткоин реагирует на уровни поддержки, мне это не нравится. Но многие льдкоины уже нашли дно. Ну, посмотрите, доджкоин почти не провалился. Ворлдкоин почти не сдвинулся. Но Покет, правда, падает сильно. Юнисвап чуток прошел вниз. Поэтому, посмотрите на мой торговый аккаунт. На Bybit, например. Эта позиция у меня в минусе. Ниже стоят у меня ордера на покупку. На балансе 568 тысяч. И у меня сколько там? 39% в USDT. 15% в биткоине. 16% в MCRT. Юнисвап 9%. Доджкоин 8%. Ворлдкоин 7%. Покет 2%. И за счет чего у меня проседает баланс? На чем я теряю деньги? Явно не ворлдкоин, потому что он не падает. Не падает ворлдкоин. Интересно. Возьму-ка я его на 5000 долларов. Понемногу заходим. Без фанатизма. Не затариваемся на всю котлету. Возьму ворлдкоины на 5000. Чуджек. И тогда у меня будет ворлдкоины на 40 тысяч. Да, вот уже и заполнилась заявка. Покет. Поставил на 4 цента ордер. Там никаких отскоков мы не видим. Буду ждать 4 цента. Ворлдкоин у меня на 40 тысяч. Он почти не движется. Примерно на том же уровне, где я и брал. Несколько дней назад. Юнисвап ушел ниже. Той цены, по которой я брал. Но не сильно. Тоже я покупал там несколько дней назад. Где я брал. Вот у меня была покупка. Я брал по 9.90. А сейчас Юни 9 долларов 10 центов. Да, все-таки ушел ниже. Нужно держать какое-то количество USDT, чтобы закупать ниже. Если рынок будет падать и дальше. Мне нужны деньги для того, чтобы откупать эти падения. У меня в кэше 40%. Но все-таки нужно было не спешить с перезаходами. После того, как я все продал в марте. У меня там было 920 тысяч долларов на балансе. Да, я какие-то деньги забрал, конечно, для того, чтобы инвестировать в другие проекты. Но, тем не менее, нужно было, конечно, подождать. Не нужно было вообще предыдущие пару месяцев что-то делать. Покупать нужно было сейчас. Даже несмотря на то, что рынок падает. Я почти в каком-то минусе. Сто там тысяч долларов или что-то. Но лучше было бы все продать в марте. И покупать вот сегодня. По 58. Но, честно говоря, я не думаю, что биткоин удержится на текущих. И опять же, огромный M-паттерн, который формируется на биткоине. Это не очень хорошо. Поэтому сохраняйте свой капитал, торгуйте осторожно. Если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. Один – это биржи, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два – проходите мои курсы по криптотрейдингу. И три – присоединяйтесь к Телеграму. Ну что ж, на этом на сегодня все. Всех поздравляю, кто закупил биткоин по 58. Торгуйте аккуратно. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.